Девушки отдыхают Ну что ж, коллега, отправляемся за подробностями, ведь, возможно, среди этих ребят будущие олимпийские чемпионы. Когда нужно начать заниматься плаванием? Набор делается в детской спортивной школе с первого класса. Это самый оптимальный возраст. Чувство воды. Что это? Почему девочки предпочитают плавание и гимнастики? Да, единственное, в чем я действительно занимаюсь, мне нравится заниматься. Не все ли равно, из чего сделан купальник? Костюмы были длинные, облегающие, полностью прорезиненные. Браз и бутерфляй. Найдите пять отличий. Плавательный костюм и шапочка. Вот все необходимое для занятий плаванием. Ну и, конечно, огромное желание. Вода – источник радости и счастья. Может быть, поэтому многие дети так часто выбирают плавание для постоянных занятий. И потому это один из самых популярных видов спорта в России. В Омской области им занимается несколько тысяч мальчишек и девчонок. Конечно, в секциях остаются далеко не все, кто приходит попробовать. Потому что в процессе тренировок оказывается, что это не просто веселое купание, а большой труд, непременные условия занятий любым видом спорта. Ребята находятся, которые очень любят плавание, которые стараются здесь достичь высоких результатов. Ну а мы помогаем им в этом. Как вид спорта, плавание в Омской области стало развиваться с 30-х годов советского периода. Бассейнов не было, поэтому пловцы тренировались на открытой воде. В 1966 году появился первый искусственный бассейн «Пингвин». Был дан старт будущим достижениям омских пловцов. В 1967 году на базе бассейна открылась первая детско-юношеская спортивная школа плавания. В начале 70-х к ней добавились отделения плавания в спортивной школе профсоюзов и детское спортивное общество «Водник». Был построен и сдан в эксплуатацию бассейн «Альбатрос» Института физической культуры. Набор детей в секции плавания начинается с первого класса школы. Можно и раньше, однако тренеры считают, что 7 лет – самый оптимальный возраст для начала занятий. Почему? Есть такое понятие в плавании, как чувство воды, без которого невозможно достижение высоких результатов. Иначе говоря, это координация движений в воде, техника плавания. В народе говорят, как рыба в воде. Оказывается, чтобы чувствовать себя так, маленьким спортсменам необходимо долго этому учиться. Поэтому прежде чем начинать серьезные тренировки, нужен этот самый подготовительный этап привыкания. Кроме того, в 7-летнем возрасте начинают закладываться и качества характера, необходимые спортсмену – смелость, стрессоустойчивость, целеустремленность. На трех первых дорожках бассейна «Альбатрос» каждое утро по часу тренируются ребята 1997-1998 годов рождения – воспитанники тренера Ларисы Владыкиной. Они освоили технику кроля, браса, баттерфля и другие. Некоторые уже показывают хорошую скорость и даже выступают на своих первых соревнованиях. Моя соведущая Катя познакомилась с девочками и, не утерпев на бортике, тоже решила спуститься в воду. Вообще-то у нее первый юношеский разряд по плаванию. Мы решили не останавливаться на больном знакомстве. Спускаюсь в воду и попробую испытать все тонкости плавания на себе. Оказалось, что брас очень похож на тот самый стиль, которым плавают очень многие. Воду нужно разгребать руками впереди себя. Моя новая знакомая Марина учит, что движения ногами и руками должны напоминать лягушачьи. Стиль брас долгое время назывался плаванием по лягушачьи. Современное название появилось в 20 веке и происходит от французского «брасе», что означает «разводить руками». Иногда брас называют русским стилем, потому что на Олимпиадах и Чемпионатах мира победу часто одерживали советские и российские спортсмены. Баттерфляй, или по-другому дельфин, считается одним из наиболее технически сложных стилей плавания, в котором левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения. Руки – мощный грибок, ноги – волнообразные движения. Второй по скорости после кроля. Кроль – или вольный стиль плавания, в котором левая и правая части тела совершают грибки попеременно. Плавание на спине – стиль, похожий на кроль. Третий по скорости. Его особенность – это то, что старт совершается из воды, а не с тумбочки, как во всех остальных стилях. Валя, а какой стиль плавания тебе больше всего нравится и почему? Ну, мой стиль плавания – это спина. Спина мне нравится, потому что она как красивая, плавная, такая не слишком резкая и не знаю, но мне она нравится. Понятно. А тебе, Марина? У меня несколько видов плавания. У меня есть какие-то виды, между ними выбрать. Да, в раз и в рот. Девочки, вы когда занимались, я увидела у вас вот такие вот приспособления. Вы с ними занимаетесь. А для чего они? Это маленькие лопатки, они нужны для того, чтобы совершенствовать свою технику. И для полной мощности грибка. Девочки, расскажите мне, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь плаванием и почему вам нравится этот вид спорта? Мне нравится вид плавания, потому что я очень люблю воду. Вода меня успокаивает. Мне в ней находиться приятно. Я занимаюсь плаванием в четвертый год. Мне нравится этот вид спорта, потому что это единственное решение, я действительно нравится заниматься. Это в прямом смысле моя стихия, даже имя мое происходит. Аркатинского, как на искусстве. Заниматься определенным стилем дети начинают после одного-двух лет обучения плаванию. Каждый, конечно, выбирает то, что больше нравится, что лучше получается. Часто выбор помогает сделать тренер. Это даже не только их предпочтение, это просто ребенок, к чему предрасположен. Его чисто функциональные, антропометрические данные, там есть для каждого вида спорта, вида плавания. Есть определенные навыки, определенные данные, даже антропометрические. Поэтому просто мы смотрим ребенок, к чему он сам предрасположен. Но в любом случае мы в детском возрасте обучаем обязательно всеми способами. В Омской области развиваются все стили плавания. Брасист Роман Слуднов, призер Олимпиады в Сиднее, чемпион Европы. Светлана Карпеева, Никита Коновалов, Василиса Владыкина, многократные чемпионы России, победители и призеры этапов Кубка мира. Оказывается, на результат спортсмена может повлиять не только степень подготовки, но и качество плавательного костюма. От того, какова его масса, из какого материала он состоит, зависит скорость прохождения дистанции. Казалось бы, все просто. Шапочка, купальник или плавки. Что тут еще можно придумать? Но развитие современных технологий не знает границ. В 2008 году появились новые костюмы из полиуретана, которые позволили пловцам добиваться прорыва в результатах. Они обеспечивали лучшую плавучесть. Специалисты расценили это как своего рода технологический допинг. То есть спортсмены показывают высокие результаты не из-за тренировок и природных данных, а из-за костюмов. И в 2010 году они были запрещены. Когда запретили, плавание, можно сказать, стало более чистым. То есть здесь уже больше зависит от каких-то современных технологий для купальников, а зависит от уровня подготовленности спортсмена, от его таланта. Скажи, как ты себя чувствуешь после занятий? У меня отличное настроение и масса положительных впечатлений. Еще я укрепила свое здоровье и повысила иммунитет. Плавание – это верный путь к здоровому образу жизни. Рада за тебя, надеюсь, твоему примеру последуют сотни мальчишек и девчонок Комской области. Это была программа «Юниор». Занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом.